Уже не раз упоминалось, что важна работа на осях простых упражнений, которые используются именно для того, чтобы поймать вот эту работу и, соответственно, как ее применять. Первую позицию. Начинаем вращение. Широкая амплитуда дает ощущение и понимание перехода с оси на область. Постепенно мы амплитуду начинаем сокращать. И в нужном нам варианте мы переходим к тому, что на переднюю часть ядра вложим ладони. И отсюда уже рассматриваем варианты входа. Прямых, боковых, апперкотов. Чтобы прочувствовать взрывное усилие в плечевом поясе, берем контейнг, не тяжелый, то есть вот 4, это максимум, который можно взять. Лучше брать где-то 2-3, но не более того. Раскручиваемся. И вот здесь идет бросок. Не одной рукой это делаем, а именно вбрасываем все тело. При работе по цели важным будет здесь не просто выбросили, коснулись. Повторюсь, рука идет отсюда. Не отсюда. Это заставит нас, мы манипулируем уже самим собой, чтобы избежать амплитудного замаха маятника рукой. Чтобы рука шла с места. И здесь мы на цели проверяем, чтобы усилие было мощным, а значит и мощное вложение вращения, перехода с оси на ось. При работе в паре, можно это все, конечно, на лапах, но по лапам мощным и нельзя добить оппоненту руки. При работе в паре мы больше рассматриваем не варианты защиты, а правильного реагирования. В связи с тем, что рука у нас опущена, значит рычаг гораздо больше, больше необходимого усилия, чтобы приложить. Поэтому наша задача здесь, мы двигаемся, и вот как мы уже работали в варианте параномик, реагируем на действия противника. Наша задача не ударить его жестко, а своевременно выбросить руку в цель, успеть войти дальше, сместиться. То есть, уже чтобы не одна рука пройдет, а именно полностью комплексно реагируем на действия оппонента. После того, как освоили из этого положения, соответственно, руки мы можем поднять сюда или гораздо выше. Но при этом сохраняя тот же самый принцип, что мы двигаемся, и плечо взрывается вместе с телом. То есть, не должно быть, чтобы нижняя часть умерла, не двигается, зато мы весимы однопрасно руками. Еруда. Мы говорим о возможности нормального силового положения. А значит, нам будет необходимость переходить и работать с оси на оси, 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 оси. И дают вложение, дают возможность нанести на калутирующую руку. Пробуйте.